Интересные тенденции проявляются в Соединенных Штатах, и с этого я бы хотел начать сегодняшнюю нашу передачу. Речь идет о том, что чем ближе к ноябрю, тем очевиднее падение рейтинга действующего президента Джозефа Байдена. Обычно в практике, которую я видел за последние 30 с лишним лет, президенты, которые претендуют на второй срок, они в основном обращают внимание в первую очередь на экономическое положение в стране. И в зависимости от уровня инфляции, безработицы, повышения заработной платы и так далее, избиратели в основном делают вывод о том, надо ли голосовать за действующего президента или голосовать за его соперника. Это первое. Второе значение имеет, безусловно, внешняя политика Соединенных Штатов, хотя в гораздо меньшей степени. Американцев интересует больше их экономическое положение, нежели положение в мире. Так вот, исходя из этих двух постулатов, вроде бы Байдену ничего не должно было угрожать, но его рейтинг падает. Дело в том, что с экономикой в Соединенных Штатах гораздо лучше, чем могли бы предположить даже враги Джозефа Байдена из республиканской партии. Ну а что касается международной обстановки, то чисто теоретически у Байдена есть еще возможности в ближайшие несколько месяцев, оставшиеся до ноября, исправить ситуацию, которая, похоже, с каждым днем все ухудшается в Газе, ну и в других частях, скажем, в войне России против Украины. Есть, хоть и теоретическое, но есть такая, такие шансы есть. И поэтому, на мой взгляд, и не только на мой, на первый план выходит причина совсем другая, личного характера. Иначе говоря, многие американцы начинают понимать, что в нынешней президентской гонке оба кандидата слишком стары для продолжения своих функций. Особенно Байден. И многие американцы сравнивают их друг с другом, естественно, и они верят перед собой, с одной стороны, очень вялого, очень осторожного, чересчур осторожного своих, своей походки даже, Джозефа Байдена. Его не очень-то зажигательные речи. Он никогда не отличался ораторским искусством, даже в молодости. Часто делает ошибки, забывает и так далее. И вот они сравнивают этого Джозефа Байдена, действующего президента, с тем, кто претендует стать следующим президентом, а именно Дональда Трампа. При всем моем неуважении и нелюбви к Дональду Трампу, я должен сказать, что в этом сравнении Дональд Трамп, безусловно, выигрывает. Он, во-первых, умеет говорить, я бы сказал, даже болтать, убалтывать людей. Это он умеет, безусловно. К его речам, к его мимике, к его эмоциональным выступлениям присматриваются и запоминают. Это очень важно. Он хорошо двигается, не падает, не засыпает, хотя несколько раз заметили, что он заснул на заседании суда. Да, но это касается его, так сказать, судебных заседаний, где я бы тоже заснул. В американских судах очень сложно сидеть бодрым, слишком уж скучно там сидеть. Так вот, исключая этот момент, Дональд Трамп выглядит гораздо харизматичнее, чем его соперник, действующий президент Джозефа Байдена. Исходя из всего этого, в средствах массовой информации уже давно, это было несколько месяцев назад, когда я впервые говорил в своей передаче о том, что демократической партии кулуарно, естественно, не публично, рассматриваются различные варианты замены Джозефа Байдена на того или иного харизматичного кандидата. В том числе рассматривается кандидатура Мишель Обамы, жены президента, экс-президента Барака Обамы. Хотя в одном из интервью, когда ей задали этот вопрос, Мишель Обамы не проявила большого интереса бороться за главное кресло страны и мира. Но, вы знаете, мы не всегда говорим то, что думаем. Во всяком случае, такие разговоры шли давно. И сегодня вновь всплыли такие, такого рода предположения, причем на сей раз в европейской прессе. Известное немецкое издание «Дель Шпигель» опубликовало статью о том, что якобы вполне возможно, что Джозеф Байден на августовском съезде демократов публично откажется выдвигать свою кандидатуру и предложит вместо себя Мишель Обаму. Это вкратце я вам передаю содержание статьи. Но где здесь реальность и где лишь предположения, гипотетические. Я вам должен сказать, что и история президентства Соединенных Штатов практически не имеет примера, чтобы действующий президент, баллотирующийся на второй срок, отказался от этого поста в процессе избирательной кампании. Так что если это произойдет, то Джозеф Байден будет первым. Но я думаю, что это все-таки не произойдет. Если только Джозеф Байден будет таким же, как сегодня. Другое дело, что это может произойти только в том случае, если к моменту проведения съезда остается буквально пару месяцев, июнь-июль, у Джозефа Байдена появятся очень серьезные симптомы болезни. Какой-то очень серьезной болезнью. То есть той болезни, которая не даст ему возможность продолжать исполнять обязанности президента Соединенных Штатов. Это первое. Ну и второе. Мы все смертны. Может произойти и самое неприятное, самое трагическое. Он может просто умереть. Он находится в таком возрасте, собственно говоря, и я сам тоже в этом возрасте. Что это нужно ожидать в любой момент, в любую минуту. Вот эти два, так сказать, события могут предоставить демократической партии такую возможность смены лидера перед ноябрем 2024 года. Будет ли это Мишель Обама или будет это другой какой-либо кандидат, трудно судить. Но я выскажу лишь свое мнение. Если это будет Мишель Обама, то по всей вероятности Дональду Трампу ловить нечего. Во-первых, это будет первая женщина на посту президента. Это будет первая женщина-афроамериканка на посту президента. И это будет во всех отношениях человек достаточно умный, подготовленный и взвешенный, в отличие от эмоционально неуравновешенного Дональда Трампа. Я думаю, что очень многие американцы, ну, уж женщины и афроамериканское население Соединенных Штатов точно будет у нее в кармане. Это вот то, что касается ситуации в Соединенных Штатах. Другим важным событием, которое я бы хотел с вами сегодня обсудить, это визит Си Цзинь Пиня, руководителя Китая, во Францию. Я уже об этом говорил, высказывал свои мысли о том, что это очень важно, и я думаю, этот визит может иметь очень далеко идущие последствия для мировой политики. Так вот, Франция принимает главу Китая не как одно из государств Европы. Франция принимает Китая приблизительно как бы в политической столице Европы, в Париже. Париж, независимо от того, что думают по этому поводу в Азербайджане или, скажем, в России, Франция и Париж остаются центром Европы, во всяком случае, центром политической Европы. Именно поэтому глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, она приехала именно в Париж, чтобы провести встречу с главой Китая, с Си Цзинь Пинем. Для руководителя Китая это означает, что Европа и Франция едины, во всяком случае, в своем отношении к политике Путина. Так вот, самые главные темы этих встреч между Урсулой фон дер Ляйн и Си Цзинь Пинем, между Макроном и Си Цзинь Пинем, которые продолжаются и сегодня, говорят, Макрон увез руководителя Китая в те края, где он рос, родился и вырос. Это тоже говорит о том, что Си Цзинь Пин был принят во Франции немного даже больше, чем это соответствует протоколу. Так вот, главной темой при этих обсуждениях оставалась и остается Россия. Значит, что можно сказать по поводу результатов этих встреч? Российская пресса и азербайджанская пресса пытаются преподнести это таким образом, как будто китайский лидер был рассержен на Макрона или на Урсулу фон дер Ляйн, тем, что они слишком упрямо настаивали на активизации, что ли, роли Китая в давлении на Путина. Но я думаю, что все это не так. Дело в том, что прежде чем рассуждать на эту тему, было бы правильно, на мой взгляд, обратить внимание на товарооборот Китая с европейским рынком. Эти цифры скажет вам больше, чем российская пресса. Дело в том, что, как я уже говорил об этом, китайский руководитель, который поставил перед собой задачу экономического рывка Китая, он должен прежде всего думать о том, где реализовывать продукцию китайского происхождения, и где ему платят живую твердую валюту, и где жизненный уровень населения позволяет закупать больше и лучше. Сравните рынок Европы, то есть уровень жизни европейцев, уровень их заработной платы, их возможности покупать товары вообще, китайские в частности, с теми же, скажем, африканскими странами, или даже азиатскими странами. Безусловно, тут сравнение в пользу Европы. Теперь, есть еще один момент. Дело в том, что Франция и Европа в данном случае уговаривают Си Цзиньпини оказать влияние на Путина не только с точки зрения европейского рынка, но и они работают в связке с Соединенными Штатами Америки. А это уже второй, я бы даже сказал, первый по важности, по значимости рынок сбыта товаров и услуг для Китая. Безусловно, жизненный уровень Соединенных Штатов, его безграничные возможности рынка, его биржи, его центры, индустриальные центры, не позволяют Китаю игнорировать этот рынок. Это было бы совершенно глупо. Что сделал, собственно говоря, Путин? Если Си Цзиньпин поступит точно так же, как Путин, то он будет вторым китайским Путиным. И Китай последует очень быстро, к примеру экономического коллапса России, к которому стремится Путин. Поэтому я думаю, что Си Цзиньпин, после встречи с Урсулой фон дер Ляйн и с Эммануэлем Макроном обязательно сделает кое-какие выводы для собственной экономики и придет к правильным результатам. Поживем, как говорится, увидим. Но для Си Цзиньпиня это задача с тремя известными. То есть долго думать над решением такой задачи не придется. Любой из вас, будучи руководителем Китая вместо Си Цзиньпиня, безусловно, положил бы на весы возможности России, как не только политического союзника, но и экономического партнера, придет к выводу, и на другой чаше весов будет Европа с Соединенными Штатами. Любой из вас примет решение о том, что для Китая будет для интересов, для национальных интересов Китая, конечно же, Европу и Соединенные Штаты перевешивают. Это я говорю заодно и для ушей президента Азербайджана, который делает совершенно неправильные ставки в глобальной политике. И если мы сразу перейдем к Азербайджану, минуя Россию, то надо будет сказать, что у Илхама Алиева ситуация крайне сложная, и она с каждым днем ухудшается. Дело в том, что Грузия соседняя и Армения, они по большому счету сделали свой выбор. Независимо от того, что сегодня Иванишвили пытается затормозить процесс соединения Грузии с Европой. Это всего лишь слабые, испорченные тормоза. Эти тормоза давно надо заменить на новые. И я думаю, грузинское общество идет именно к этому постепенно, к замене правительственного режима. Иначе говоря, Грузия стремится вместе с Арменией на запад. Куда стремится Азербайджан? Азербайджан стремится к изоляции. Это как минимум. Причем к самоизоляции. Вот в этом заключается дебильность, я бы сказал, дебильность политики Илхама Алиева. Конечно, вы мне можете возразить и сказать, что есть такое известное крылатое выражение «О вкусах не спорят». Но я вам возражу. Дело в том, что политические вкусы именно то, о чем надо спорить. Ибо политические вкусы это не долма и не душпере в исполнении, скажем, бездарного офтальмолога и бездарного вице-президента Азербайджана. Это не казино, в которое любят ходить, любил во всяком случае ходить бездарный дипломат и бездарный президент Азербайджана Илхам Алиев. Это нечто большее, чем долма и казино. Это судьба государственности, это судьба народа. А тут есть о чем поспорить, я думаю. И если вы вручили свою судьбу в руки этих двух совершенно никчемных в политическом отношении людей, то ничего путного для Азербайджана ожидать не приходится. И поэтому хочет этого Илхам, не хочет, сопротивляется ли Мехрибан или не сопротивляется, это большого значения для хода истории не имеет. Потому что эти люди не в состоянии творить историю, тем более в глобальном масштабе. движение Европы в Южный Кавказ трудно остановимый процесс. Его не может остановить даже Путин. Путин, который буквально вот завтра 8 мая собирается встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с глазу на глаз. это одна из тех встреч, которая действительно боится огласки. Поэтому и проводится тет-а-тет. И в первую очередь этой огласки опасается Владимир Путин. Если бы Владимир Путин не опасался огласки, он бы это сделал бы, скажем, с последующей пресс-конференции, но я думаю, вряд ли это произойдет. Наоборот, он уговорит и Николу Пашиняну, чтобы он меньше говорил об этой встрече, о деталях этой встречи. Хотя основные параметры давно известны и в Москве, и в Ереване, да и во всем мире. Владимир Путин воспользуется этой встречей, и, кстати, эта встреча происходит, произойдет после декабрьской прошлогодней встречи. То есть, в течение 5-6 месяцев эти люди не встречались. Ни Путин, ни Пашиняна. Это уже говорит о многом. Так вот, и в Москве, и в Ереване, и в остальном мире прекрасно знают о том, о чем будет идти речь, даже если это будет секретная встреча. И речь будет идти о том, что Владимир Путин воспользуется этой встречей для того, чтобы в последний раз, пожалуй, или, может быть, почти в последний раз попытаться вернуть Пашиняна в лоно России. причем он для этого может использовать все, что угодно. Я думаю, Пашинян находится перед большим риском, потому что встреча с маньяком, политическим маньяком Владимиром Путином, которому практически осталось мало чего бояться в этом мире. Он может использовать для встречи с Пашиняном вплоть до таких, скажем, преступных методов, как влияние экстрасенсов или влияние каких-то ультразвуковых волн, которые часто используются дипломатами России и разведчиками России. Или, скажем, на худой конец он припугнет в личной встрече Николу Пашиняна, поставит ему ультиматум вплоть до угрозы его собственной безопасности. Все это очень легко входит в тот инструментарий, которым в России привыкли руководствоваться исторически. Так что, допустим, даже покушение на Николу Пашиняна меня бы не удивило. Так что, тут большой риск, безусловно, и в Армении должны об этом знать. Ну, а что касается результата в этой встрече, я все-таки надеюсь, что у Николу Пашиняна будет достаточно ресурсов внутренних, эмоциональных, личностных ресурсов для того, чтобы противостоять оловянным взглядам этого безумного, уже обезумевшего диктатора Владимира Путина. Почему я подчеркиваю маньякальность Путина в настоящее время? Потому что, вы, наверное, слышали, он буквально вчера или позавчера дал указание провести учение по использованию или по употреблению, что ли, тактического ядерного оружия. Учение всего лишь. Эти учения, конечно, имеют чисто далекое отношение к практике. То есть, они там в буквальном смысле будут рассматривать насколько готова цепочка от первой кнопки до последней к размещению, к пуску и так далее ядерных ракет. Подводных, надводных, подземных, надземных, воздушных и так далее. Во всех вариантах. Использование самого оружия не предполагается, естественно, это всего лишь учение. Но, тем не менее, это всего лишь повод, который Владимир Путин уже в отчаянии, в состоянии отчаяния, полного отчаяния, я вам скажу почему, пытается припугнуть прежде всего европейские страны, но и, так сказать, послать месседж Джозефу Байдену Белому дому, Конгрессу, Сенату и так далее. Почему отчаянием? Дело в том, что, опять же, если мы вернемся к началу нашей беседы, он понимает, что Си Цзиньпин не такой идиот, чтобы довести свою страну до такого состояния, до которого довел Владимир Путин Россию. Что Си Цзиньпин может и по всей вероятности будет, может быть, не публично, может быть, тайно, но на стороне западной коалиции. исходя из экономических соображений. Путин это понимает и он страшно, говорят, в ярости от того, что Си Цзиньпин не приехал на его инаугурацию, отказался. Поехал 7 мая на встречу с Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ля, его главными врагами в Европе. Именно это событие его привело в отчаянный шаг и он решил как говорится на зло кондуктору взять билет и пойти пешком. Хотел напугать всю Европу своим тактическим ядерным оружием. Но дело в том, что да, это может вызвать в некоторой степени панические настроения в европейских странах среди населения, среди избирателей. Именно на это и рассчитано. Ибо грамотные, разумные политические лидеры Европы, да и всего мира, дети, они, конечно, на своем месте, они, как Илхам Алиев, случайно попались, да, по желанию отца. Так вот, эти мудрые люди, которые занимают посты глав своих государств, они прекрасно понимают, что использование ядерного оружия, то ли тактического, то ли даже стратегического, не совершит перелома в ходе войны с Украиной. Она не принесет победы России. Вот в чем дело. Это всего лишь будет еще одно, но самое грандиозное военное преступление совершенное Владимиром Путином. Больше ничего. Он добавит большой список собственных преступлений, еще одно, но наиболее грандиозное. И за это его могут уже искать по всему миру силы Интерпола. И за это его могут не принимать уже и даже в Китае. Именно такая реакция должна возникнуть в Китае, в ответ на угрозу об учениях, которые будут проводиться в России, в Китае. Си Цзиньпинь это не понравится. И знаете почему? Потому что Си Цзиньпин и во время визита в Москву, и при других случаях телефонных бесед с Путиным, не раз подчеркивал очень категорично, что применение ядерного оружия неприемлемо. И Путин фактически своим заявлением о проведении учений подал сигнал не только Западу и Европе. Он подал идиотский сигнал своему главному союзнику пока китайскому лидеру, что я готов даже применить ядерное оружие, несмотря на твои рекомендации. Теперь что касается инаугурации, я даже об этом говорить не хочу, вы сами понимаете, что инаугурацию игнорировал практически весь мир. Соединенные Штаты представлены послом и многих наверное удивит это почему? Потому что скажем Германия, Франция, Канада, Великобритания они даже своих послов не отправили на инаугурацию. Дело в том, что Соединенные Штаты представляют собой последним аргументом для всех идиотов в этом мире. И исходя из этого последний аргумент должен прозвучать последним. Именно исходя из этого представитель Госдепартамента заявил о том, что мы не признаем легитимным избранного президента Владимира Путина, ибо выборы были незаконными. Путина, несмотря на это, Владимир Путин избран президентом де-факто и будет сидеть на этом посту, пока не умрет, или пока не иссякнет его очередной срок. Именно исходя из этого Соединенные Штаты решили направить туда на инаугурацию своего посла, чисто дипломатически давая понять Путину, что еще не все мосты сожжены. Остается еще один, который Путин может сжечь, это его право. Но на это надо обратить кремлевским вождям внимание. Я надеюсь, это произойдет. Интересным было заявление Эммануэля Макрона для ушей Си Цзиньпина. Он заявил, что Франция не стремится к смене режима в России. Но тем не менее Франция не позволит, чтобы Россия победила в этой войне. Вот такова западная дипломатия. Я не знаю, как эту дипломатию воспринимают в Азербайджане, но вы знаете, если Азербайджан действительно хочет увидеть будущее своих детей в нормальных цивилизованных условиях, то они должны сегодня уже взглянуть под другим ракурсом на человека, которому они доверили собственную судьбу. Спасибо за внимание и до следующей встречи.